Лифтовый скандал разгорается в микрорайоне Седьмое Небо. Я напомню, вчера одна из жительниц заявила о том, что лифт, в котором она ехала, сорвался с 20 этажа и экстренно затормозил на 18. Другие жители подтвердили, что проблемы с лифтами возникают постоянно. Более того, вчера во время съемок нашего сюжета прямо в кадре лифт, что называется, заглючил и вышел из строя. И вот сегодня в доме было проведено общее собрание жильцов, на которое были приглашены представители лифт-сервиса. Перепуганная вчерашним ЧП мать с ребенком рассказала им о том, что произошло. Мы резко начали падать вниз, и мы оказались на 18 этаже. Мы с ребенком после этого вышли на полуэтаже, и мы еле-еле остались живы в этом лифте. Мы, считай, пролетели 5 метров. Это немало. Возможно, был сбой электроники, то есть факт застревания как такового или остановки лифта на компьютере, на диспетчерском пульсе вообще не отобразился. То есть ничего этого не произошло. Через сколько должен был сработать ловитель? Ловитель? В данном случае ловитель вообще не сработал. Ну, то есть имеется в виду, у вас... То есть мы должны были упасть до первого этажа? Вы не падали. И разбиться? Вы не падали. Как вы можете объяснить факт того, что мы с 20 этажа до 18-го долетели за пару секунд? Потому что я даже успела только снять 20 этаж, раз табло сразу, в 18-й. Значит, если бы это случилось, лифт сел бы ловитель. Снять лифт с ловителя должны быть два электронных. Как вы говорите, вы летели, если бы вы летели, ловители те же сработали, вы бы остались в лифте, никуда бы не делись. Приехал бы аварийная служба и тогда уже вас доставал. И как вы говорите, что на полэтажа лифт остановился, открыл двери. Технически невозможно на полэтажа лифт двери просто не откроет. Но мы же так вышли, значит, это возможно? Нет, это просто невозможно чисто технически. Это у вас было возможно? Потому что я с ребенком ходила. Ну, с такого расстояния я перепрыгивала на пол. Посмотрите, я только успела с ребенком выпрыгнуть, лифт закрылся и все на этом. Вы представляете, что бы с нами случилось? Если бы в этот момент, когда вы вылезали, дверь бы захлопнулись. А они захлопнулись неслабо. Как мне вот дальше ездить, Калит? Я на грузовой теперь не езжу, я боюсь. Чтобы садиться в эти лифты, я каждый раз крещусь. Вы представляете, что это такое? Можно очень спокойно ездить. Лифты безопасны. То есть в нашем случае лифты исправны. То есть никак не влияют на безопасную работу. Ну, то есть все безопасно. И как бы переживать во мне стоит. Девушке я не думаю, что вред. Потому что я сам неоднократно застревал в лифтах. И их колбасит прямо вот так. Нет, никто не говорит, что девушка вред. Но девушка, возможно, просто преувеличивает. Это было так. А вы смотрите, вы там не были, вы смотрите в своей колокольне. Я смотрю с точки зрения, как это было. И мы все жалуемся не просто так. Значит, действительно, проблемы есть. Проблемы надо решать. Проблемы надо решать не в том случае, пока кто-то случится, кто-то разобьется у них все-таки. Я в этом уверена. Если бы этот лифт не отключили в этот же день, потому что после нас он поехал еще, и так же он начал греметь. Я не знаю, что там с ними было. Потому что они начали кричать. Если они так же, как и я, то я им очень сочувствовала. Вы же всю страну перепугали, понимаете? Нет, нет, там не только пунктов. Рухнул их, значит, упал человек. Потому что, ну что это, упал человек. Чудом спаслась ребенка. Ну разве так можно? Мне надо было умереть, чтобы им как-то это доказать. У них такая позиция. Мне вот страшно. Кстати, проверку произошедшего введут также Следственный комитет и прокуратура.